Из первого зама в главу района. Новым главой Адлерского района официально назначен Дмитрий Хомицевич. Сегодня мыр Сочи представил его коллегам. Новый руководитель сегодняшнего дня и в департаменте ЖКХ. Александр Мамлай хорошо зарекомендовал себя на посту начальника управления по организации похоронного дела. Теперь в его ведении всё городское хозяйство. Для города департамент номер один. Чтобы вы понимали, должность директора департамента городского хозяйства – это выше, чем глава района. И главная задача, которую надо решить – это переселение из ведовой 33. Во-первых, есть судебное решение. Ведовая 33 – это самая серьёзная задача, которая только есть. Напомню, на улице ведовой расположен пятиэтажный 192-квартирный аварийный дом, который попадает под программу переселения из ветхого аварийного жилья. В прошлом году, благодаря её реализации, 131 сочинская семья Новый год встретила в новых квартирах. Не менее серьёзную задачу глава города поставил и перед департаментом экономики и стратегического развития. В Сочи более 60% муниципальных предприятий в предбанкротном состоянии. У водоканала и теплосетей много заброшенных помещений и оборудования. Похожая ситуация у МУП – озеленитель. Доходов нет, а в перспективе долги. Подручающая картина и в кинотеатре Сочи. Не на экране, а в управлении делами. Сам зал не пользуется прежней популярностью, а помещения сдаются в аренду, не принося прибыли городской казне. Решение – поменять форму собственности. И речь о концессионном соглашении. Это моё решение, оно уже принято. Это будет дом молодёжи. При этом никто, кинозал, не убирает. Концессия – это ни в коем случае не передача никому ни в аренду, ни тем более продажа в собственность. Это вообще муниципальная собственность. Коллектив может остаться тот же, но при этом он должен а, концессионный сбор платить – это есть доход бюджета города, и он должен расписать этот коллектив, который берёт в управление, что он сделает для того, чтобы улучшить материально-техническую базу, чтобы прогресс был, чтобы не стояло. Вот и всё. Для кинотеатра «Сочи» стратегия уже разработана. Здесь грамотное использование муниципальной собственности пойдёт на благо 80-тысячному отряду сочинской молодёжи. Будущий дом молодёжи призван объединить их большую часть. Прописку там получат КВНщики, юнормейцы, откроется школа журналистики и блогеров, будет развиваться молодёжное предпринимательство. Ярмарки-вакансии станут регулярными. В Доме молодёжи расположится и Центр трудоустройства студентов «Цитрус», который предлагает ребятам 4000 рабочих мест. Тысячи рабочих мест, но уже взрослые сочинцы занимают и в санаторно-курортной отрасли города. Как показала статистика, большинство из них на работу едут на личных машинах, из-за чего и пробки, в том числе и на федеральной дороге между Кудепстой и Адлером. Ко всему прочему, с 1 мая в Сочи в принципе увеличилось количество машин на 20%. В летнюю столицу уже стекается масса туристов. Я бы хотел обратиться и к нашим ательерам, к нашим рестораторам, чтобы всё-таки они как-то организовывали подъезд или подвоз своих сотрудников либо на автобусах своих, либо это можно заключить договора с какими-то транспортными компаниями, либо, конечно, на общественном транспорте. Те парковочные места, которые есть возле этих отелей, возле этих рестораций, что они, конечно, в первую очередь для гостей. Со своей стороны муниципалитет решил изменить схему движения на некоторых улицах. Коснётся это и микрорайон Очкаловский в Адлере. Там будет ограничен выезд со второстепенных улиц на федеральную трассу. Ну и готовность номер один мэром объявлена по пляжному сезону. В ближайшие дни Анатолий Пахомов посетит все набережные курорта. Я повторяю ещё раз. 25 мая у нас открытие курортного сезона, а значит, 25 мая у нас должно быть всё готово. И я эту задачу ставлю. Я обязательно должен побывать в Дагомысе, я обязательно должен побывать в Вардане, я обязательно должен побывать в Лао и Головинки. Потому что год целый мы говорим об этих территориях, но они, мне кажется, не готовы. И пляжи не очень, и прилегающие территории. Начнётся же пляжный сезон с праздника. Традиционный карнавал 25 мая снова пройдёт по курортному проспекту. Но на другом участке – от цирка к зимнему театру. Оргкомитет уже приступил к работе. Галина Моисеева, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».